Ну вот на этом фоне как-то очень, знаете, активизировались аресты и репрессии. Вот только за полтора дня статистика, да, сегодня в розыск объявили бывшего издателя «Медузы» и гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика. Арестовали заочно воронежского муниципального депутата Беляева, московского муниципального депутата Горинова. Сегодня приговорили к семи годам. У всех статья за то, что войну эти люди называют войной. Перед этим три истории с учеными-ракетчиками. Вот одна из которых, к сожалению, закончилась гибелью. Вот этот усилившийся маховик репрессий, это просто чтобы люди в стране не расслаблялись? Или это уже он реально 37-й? Слушайте, вообще говоря, на протяжении уже многих последних лет эта практика, она та же самая. Естественно, сейчас все приобрело больший масштаб, массовость и так далее. Да и глубину по-своему, потому что и сроки другие уже. Но вы знаете как? Конечно, в первую очередь это демонстративные вещи, показать всем остальным. Вот нет таких, кого нельзя хватануть, потому что и муниципальный депутат, или ректор Рангс, как МАУ. Хотя там другая история, она не политическая, она чисто бизнесовая. Так же, как и вот этот институт артиллерийского товарища. Это явно мошенничество какое-то. Вот они между собой деньги делят. Вот что касается политики, да, вот депутат Горинов, это классическое, такое патентованное политическое дело. Репрессивное, чудовищное, потому что человек в возрасте, ему дали 7 лет за ни за что, просто ни за что, там нет состава как такового. Даже вот этой проклятой 207.3 сойти по фейкам антивоенным, да? Военным фейкам, но просто это 37-й, но с пролонгацией, я бы вот так сказал. То есть это 37-й, который переходит плавно в 38-й. Вот мы при нем присутствуем. Кто-то скажет, а можно еще больше, а можно пройти дальше во всем, в этих репрессиях, в их функциональности? Конечно, можно, потому что вот я прогнозирую, что они таки отменят смертную казнь и этот состав вернут в ряд статей. Ну, имеется в виду пенологию наказания, вернут в ряд составов в статьях Уголовного кодекса особенной части. Я думаю, что в ближайшие-то точно до конца года мы уже услышим об этой законодательной инициативе под предлогой борьбы с тем-то и с тем-то. Смертная казнь будет возвращена, конечно. Тем более, кстати, их ничего не сдерживает. Они не члены Совета Европы, вот, конвенцию они теперь не поддерживают. Мораторий шестой статьи не обязаны соблюдать, так что ничто их не сдерживает вообще. А под предлогом борьбы с чем? Можете... Да? Борьбы что? Смертную казнь под предлогом борьбы с чем? Они изначально всегда со старта, знаете, педофилов придумали, что-нибудь такое, вот такое, знаете, общеуголовное. А в реальности чихать они хотели на общеуголовные статьи, на педофилов, там, не знаю, на каких-то убийц и так далее. Их интересуют только действительно политические репрессии, которые... Скажут, да, за дискредитацию российской армии. Ну, я думаю, за измену родине. Вот статья вот эта, которая до 20 лет за переход на сторону врага, там, война. Вот начнут с этих составов, а потом, конечно, пошире будет и, так сказать, по гостайне и так далее. Я думаю, состав будет расширяться. Дело в том, что составы эти есть. В этих составах пенология это и есть смертная казнь. Но она везде, если вы откроете там сначала общую, потом особенную часть, уголовный код, там везде написано, что не применяется. То есть смертная казнь не отменена. Она не применяется в связи с мораторией по 6-й статье. Но что-то мораторию сняли, и она применяется. То есть для практики судов нету больше никакого механизма ограничений. То есть они выносят высшую меру, какая и раньше выносилась, но заменялась, естественно, на пожизненное, например. Или максимальный срок, который грозил по вилке вот этой санкции статьи. Статья делится... Сначала идет диспозиция статьи, потом санкция. Диспозиция это описание того, за что состав, а потом идет санкция. Но вот эти санкции всегда сохранялись и по 105-й и так далее. За терроризм, например, и так далее. Ну, посмотрите, например, в Беларуси. Там же вот уже смертная казнь в связи с изменениями, которые внесены в уголовное законодательство, применяется даже тем, кто покушался на терроризм. То есть не совершал теракт, а имел такое намерение. Ну, определенные квалифицирующие признаки. Таким образом, это тоже ведь делается для запугивания. Прежде всего для него. Вы можете расстреливать и там казнить 1-2 человека. Немного. Но сам факт наличия, возможности применения смертной казни, конечно, является средством запугивания, средством устрашения, безусловно. И, ну, это и работает, конечно. То есть, учитывая то, что многих людей не пугает тюремный срок, да, они выходят даже на одиночные какие-то пикеты, нужны какие-то показательные казни для того, чтобы людей испугать, о том, что они могут просто потерять жизнь, да, высказывая свое «нет» войне. Это раз, это раз. А второе еще, вы знаете, они все-таки параноидально боятся, что то и дело возникают какие-то комбатанские объединения, русские едут в Украину. Это единичные случаи. Присоединяются к войне в качестве военнослужащих вооруженных сил Украины или вот подразделений иностранных и так далее. И русских не один, явно, да. Вот это их пугает сильно, потому что... Военкоматы горят. Военкоматы горят. Поезда идут под откос, да. Да, да. А это уже партизанское движение, оно там разное. Там есть и фрики, а есть индивидуальные террористы. То есть это уже есть. Другой вопрос, что, видите как, вот когда все... Важно, в какой момент возникнет соорганизация, где вот это броновское движение, оно, тем не менее, приобретет магнит. Вот это самое опасное, что если возникнет какой-то центр силы, который вдруг начнет управлять всеми этими процессами, и вот дабы не допустить этого, и чтобы не было рядовых индейцев, но и чтобы вождей тоже не было, да. То есть вот в такой вот дихотомии. Они будут запугивать смертной казнью, потому что они скажут, мы не будем вас сажать, мы вас сразу будем убивать, да. Или там по суду, или бессудно и так далее. Поэтому она нужна не только для одиночек, но она нужна и для людей, которые хотят объединиться, создать организацию, действовать заодно. Но смертная казнь очень сильная, потому что будут расстреливать и тех, кто сами совершали, и тех, кто состоял в организации. Коллективная ответственность. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ